Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Казахстанский ученый и исследователь оставил после себя богатое наследие. Изучим биографию Шокана Уалиханова, в ней много интересного. В этом году со дня рождения великого ученого исполнится ровно 185 лет. Шокан Уалиханов – один из замечательных личностей среди казахского народа в дореволюционный период. Просветитель, демократ, путешественник, этнограф, филолог. Появление на исторической арене такого всестороннего ученого и передового человека совпало с важным этапом истории казахского народа. Оживлением развития производительных сил Казахстана и углублением его столетнего экономического и культурного общения с Россией. Огромное значение Шокана Уалиханова для нашей отечественной науки еще в 19 веке было общеизвестным. Ученый и путешественник Семенов Тяньшанский считал у Уалиханова одним из... ...самых просвещенных людей из национальных окраин. Исследователь Азии Патанин писал... ...среди казахов не найдется ни одного, за которым было бы признать значение, равное Шоканам. Современники Уалиханова называли его гениальным молодым человеком, честнейшей и чистейшей личностью. Шокан Уалиханов полно его имя Мухаммед Ханафия. Шокан прозвище данное матерью. Родился в ноябре 1835 года в семье старшего султана, правителя Шингиса Уалиханова. После получения первоначального обучения в ауле Шокан в 1847-1853 годах учился в Сибирском кадетском корпусе в городе Омск. Кадетский корпус – дореволюционное закрытое военно-учебное заведение, преимущественно для детей и офицеров, основанное в 1730-х годах. В стенах этого учебного заведения будущий ученый получил первые знания, которые помогли формированию личности. Мы, конечно, Шокана Уалиханова знаем из книги ЖЗЛ, из серии «Жизнь замечательных людей» Ирины Стрелковой, из «Пятитомника», который, предусловно, написал наш знаменитый академик Аль-Кейм Арблан. Да, Шокан действительно, он знаток истории, этнографии, биографии, можно сказать. Он был не только элегантным офицером русской армии, но он был разведчиком русского правительства. Большое значение для формирования общественно-политических взглядов Уалиханова имело его знакомство с представителями передовой демократической интеллигенции, поэтом Дуровым и писателем Федором Достоевским, в то время отбывавшим ссылку в Омске и Семипалатинске. Трогательная была дружба Уалиханова с Достоевским. В одном из писем Достоевский писал. «И я так вас люблю, что мечтаю о вас и о судьбе вашей по целым дням. Конечно, в мечтах я устраивал и лелеял судьбу вашу, но среди мечтаний была одна действительность. Это то, что вы первый из вашего племени, достигший образования европейского. Уже один этот случай пронзителен, и сознание о нем невольно налагает на вас и обязанности. Судьба же вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком, дала вам и душу, и сердце». Печаль Шохана в том, что он действительно познал через русский язык, через русский мир, можно сказать, вышел на мировую арену. Он был лучшим другом Достоевского. Он сильно любил россиян, в том числе Россию Пушкина, Россию Достоевского, но он недолюбивал Россию с пушками. Поэтому взгляды Шохана для нас очень интересны. Например, его очерки, просудебных очерках, где он ставит казахские судьбы, условия степной демократии выше, чем европейские судьи. Или его взгляды, значит, на хлебопачество. Если до него много утверждали, что кочевники занимались только скотоводством, то он утверждает обратное. Говорит он, например, пишет Валихану, что появился в Большой Орде со времен Байгабула, вроде Жанс, Большого Жуза, значит, и замечает, что в Большой Орде были развиты понятия и о садоводстве, и огородности. Об этом, значит, многие наши казахские ученые молчали. И еще один факт, который мы не должны умолчивать, это то, что до 12 лет молодой Шохан жил, где он родился, где пригодился, это на Кустанайской земле. Величайшего русского писателя Федора Михайловича Достоевского, они подружились им по-латински с ним. Он оставил, конечно, я думаю, что на формировании взглядов Шоханова-Лиханова оставил неизгладимый след. Поэт Петра Шеевский Сергей Федорович Дурова и Достоевского сослали вместе сюда, в Казахстан, за участие в кружке Петра Шевского. Затем Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. И именно он порекомендовал Шоханова-Лиханова, члена РГО РГО, именно дав ему такую характеристику, как блестящий, одаренный, подающий огромные надежды молодой ученой. И его однокашник, его друг, детство, юность, это, конечно же, Григорий Потанин. В 1854-1857 годах у Алиханов путешествует по Семеречью, Тарбагатаю, Центральному Казахстану, по Киргизии, где собирает богатые географические, этнографические и исторические материалы о казахском и киргизском народах, в которых высоко отзывался известный путешественник, географ Петр Семенов-Тяньшанский. Он же рекомендовал у Алиханова как обладателя совершенно выдающихся способностей члены научно-русского географического общества. Ишукан был избран в 1857 году в его действительные члены. В 1858-1859 годах у Алиханов совершает свою знаменитую поездку в Кашкарию, Китай, которая принесла ему славу отважного путешественника и крупного ученого. Результаты этой поездки – труды, посвященные истории, географии и социального устроя народа в Восточном Туркестане, были опубликованы на русском, немецком, английском и французских языках. В конце 1959-1961 годов у Алиханов жил в Петербурге, где работал в высшем военном учреждении в Генеральном штабе Азиатском департаменте Министерства иностранных дел в Русском географическом обществе, членом которого он был избран в 1957 году. Слушал лекции в Петербургском университете, он работал над составлением и изданием карт Средней Азии и Восточного Туркестана, принимал участие в подготовке к изданию трудов ученого Ритлера, обобщал материалы по географии, этнографии, истории Средней Азии и Казахстана, читал лекции о Восточном Туркестане, Тяньшане, Тиргизе. Также у нас представлена экспозиция, одна из экспозиций посвящена рисункам Шуханова-Леханова, зарисовкам, которые он сделал во время путешествия. Здесь можно найти автопортрет, он сделал себя сам автопортрет, потом Григория Николаевича Потанина, затем это западно-китайские ворота, потом Рочи Стамгалы изображения трех буд, он здесь изобразил, что еще раз доказывает, что наша казахская степь, это была транзитом для представителей, для миссионеров разных религий, будь это ислам, будь это христианство неистарианского толка, будь это буддизм, зороастризм. Затем западно-китайские ворота, я говорила уже, да, девушка-кашгарка, то есть все то, что он видел, он зарисовал. И я считаю, что он, ну, многие говорят, действительно, он очень хорошо рисовал. Весной в 1861 году тяжелая болезнь заставила у Алиханова оставить Петербург. Живя в ауле, он занимался изучением быта, истории народа, собиранием образцов устной поэзии. Умер Шухану Алиханов очень рано, в возрасте 30 лет. Он похоронен вблизи дороги подножья Алтын-Эмельского хребта, примерно в 250 километров от Алматы. Шухан Уалиханов был патриотом-просветителем. Народ свой он любил, он хотел ему добра, и служить будущему своего народа было его мечтой. Писал Григорий Потанин, первый биограф и друг Шухану Алиханова. Уалиханов прекрасно знал жизнь казахского народа, его быт, нравы, обычаи, многовековую духовную культуру. Прекрасно разбирался в сложнейших политических проблемах, в нуждах и отчаяниях своего народа. Глубоко чувствовал его потребность в развитии, в выходе из темноты. Шухану Алиханова волновал вопрос о пути, по которому должно пройти дальнейшее историческое развитие казахского общества. Путь экономического, политического и культурного прогресса казахского народа он видел в просвещении, в образовании. Для нормального роста и развития народа, писал он, необходимы прежде всего свобода и знания. Вся его деятельность носит просветительский характер. Свою жизнь он прожил действительно очень короткую, как Сабит Муканов так и сказал, но яркую, как промелькнувший метеор жизнь. И остается только восхищаться глубиной его научных знаний, его жаждой знаний, его широтой охвата научных исследований. Ведь его труды остаются актуальными и по сей день. По сей день, то есть он открыл науки, в то время еще мало, почти известные земли, как Кашгар, как Киргизия. Можно так сказать, что действительно великий ученый. Его имя, оно всегда останется в нашей памяти. И поэтому в 1965 году, 29 марта, по постановлению Совета Министров Казахской СССР и в связи с празднованием 130-летия Шухана Валиханова, Кавчатавскому пединституту было присвоено достойное имя Шухана Валиханова, которое мы с гордостью носим в наш университет, Кавчатавский государственный университет, имя Шухана Валиханова. В работе записки о судебной реформе Шухану Валиханова, вставив вопрос о сущности и природе реформ, их экономической и социальной сторонах, страстно защищает интересы народных масс. Рассказывает мысль о том, что реформы должны учитывать насущные и нужные народы. Полезны только те реформы, которые способствуют улучшению быта человека. Идея Валиханова о необходимости просвещения и образования науки для развития народа, его активная деятельность в этом направлении были прогрессивными. Они имели благотворное влияние на развитие общественной мысли в Казахстане. Огромное научное наследие Шухану Валиханова это письмо профессору Березину, ханские ярлыки, образец причитаний, песня о Блая, киргизское казахское родословие, о формах казахско-народной поэзии, исторические предания об атырах 18 века, дневники поездки на Сукуль, записки о киргизах, заметки по истории южно-сибирских племен, дневник поездки в Кульджу, очерки Джунгарии, записки о судебной реформе, объемистое пятитомное сочинение Шухану Валиханова на русском языке было издано Академией науки Казахстана в 1961 году, а затем в 1972 году. В них поражает одна особенность – сплав стиля ученого, писателя и художника. В дневниках у Валиханова много красочных описаний селений и городов, встреч с жителями незнакомых местностей. Как писатель молодой, у Валиханов фиксировал все, что увидел в многодневных многомесячных путешествиях. Валиханов известен как неутомимый собиратель и вдумчивый исследователь фольклорных произведений и письменной поэзии казахского народа. Накануне 185-летия, конечно, мы должны были давно поставить памятник великому Шухану. Поставить, можно сказать, не только мемориальные доски, которые в Кунтемесе стоят, или маленький памятник, который в центре Аулюкольского района, а сделать маршрут, туристический маршрут, по которым приезжие туристы могли бы пойти, пройти, значит, поклониться духу Валиханова. И, можно сказать, Валиханское место должно быть для нас святым, как Ясная Поляна Толстого или Нелихова Чехова. К сожалению, все это еще у нас впереди. Но я думаю, 185 лет – это, наверное, не такая дата. Но накануне 200-летия мы, наверное, должны наверстать упущенные, чтобы не заросли ему народная тропа. Любовь к родной земле, глубокая связь с народом делали у Валиханова великим казахским правительством, позволяли ему заглянуть далеко вперед. Вся его деятельность пропитана страстным желанием просветить родной народ и общить его к сознательному определению своей судьбы, развитию национальной культуры в содружестве с передовой российской культурой. Валихановские традиции были поддержаны всем ходом общественного развития. Валиханов был передовым деятелем своего времени, замечательным патриотом, ученым-просветителем, отдавшим себя служению своему народу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова